Приветствую, друзья! С выходом новой линейки чипов ES9039 в компании SMSL тут же приступили к обновлению всех своих наиболее популярных решений. В том числе, конечно, и в свое время порядочно нашумевший ЦАП SMSL D6. Только теперь в него установили самый новый и самый современный конвертер ES9039Q2M, топовое решение от XMOS на USB и вместо сомнительных TRS-выходов классическую же пару балансных XLR. В остальном все здесь осталось неизменным. Блютуз-чип с АПТХ-HD и льдокодеками, пульт дистанционного управления, большой хорошо читаемый дисплей, возможность коррекции джиттера и смены цифровых фильтров, а также поддержка MQA до уровня CD. То есть прокачали D6S, как говорится, по максимуму. О нем сегодня подробно и поговорим. Поехали! Дизайн коробки, как видите, практически не изменился. На ней все также схематично изображен сам девайс и логотип пройденной Hi-Res Audio сертификации. В комплект нам положили документацию, пульт управления, Bluetooth-антенну, Type-C на USB кабель и стандартный уже шнур питания с заземлением. Пульт матовый, с прозиненными кнопками и питанием от двух ААМ-батареек. Из функционала на него вынесли включение-отключение, регулировку уровня сигнала, переключение входов, временное отключение звука MUT, а также навигацию по системному меню. Кнопка FN, к сожалению, не имеет возможности настройки и отвечает только за быстрое переключение на Bluetooth. Корпус САПА на этот раз довольно таки самобытен. Видно, что в компанию наконец-то взяли грамотных дизайнеров. Сверху у него красуется логотип пройденной Hi-Res Audio сертификации, а снизу четыре маленькие прорезиненные ножки. По входам имеем классическую же связку из USB, оптики коаксиала и Bluetooth, а на выходе RCA пару и балансный XLR. Да, наконец-то полноценный XLR в бюджетном сегменте. Дисплей новинки меня, признаюсь, удивил. Вместо стандартного уже прямоугольника экран спрятали внутри, просто проецируя его на переднюю панель. Выглядит это просто сногсшибательно. Там же под выделенным блоком скрывается еще и датчик для пульта, светодиод состояния и индикация DSD и MQA потоков. Многофункциональный регулятор напомнил мне таковой в другой новинке SMSL DO400. При вращении он по-прежнему меняет уровень сигнала, а однократное нажатие переносит нас в системное меню. Функционал которого в сравнении со старшими моделями, конечно же, урезан. Здесь нам доступен один из семи цифровых фильтров, подстройка джиттера и яркость этого самого дисплея. Фильтры здесь, кстати, реально влияют на звук, так что есть смысл ими пощелкать. Пятый дает легкую такую расфокусировку, третий и четвертый капельку темнее второго, ну и так далее. На основной экран нам вынесли только качество текущего аудиопотока и при необходимости там светятся значки DSD и MQA. По начинке, как я уже упоминал, установили вот только вышедший конвертер ES9039Q2M на четырех OPPO1612 в обвязке. USB-чип самого последнего поколения XMOS XU316, ну и на Bluetooth уже всем хорошо знакомый модуль Qualcomm QCC 5125 с поддержкой APTX HD и LDAC кодеков. Для работы подключаем к D6S источник цифрового сигнала, а выход может сразу идти на активные мониторы или через дополнительный усилитель на пассивную акустику и наушники. Напрямую наушники сюда подключать нельзя только через специальный блок усиления, а то находятся разные безумцы с переходниками. Под Windows 10 и выше МЦАП определяется автоматически, готовый к работе посредством эксклюзивных или обычных режимов в SEPI. Однако я, как всегда, рекомендую установить фирменные драйверы. Так вы получите не только совместимость со старыми версиями системы, но и полноценный ASIO интерфейс с целой кучей полезных настроек. Со смартфонами, планшетами и ТВ приставками ЦАП тоже работает, причем во всех приложениях и сервисах, в том числе и через специализированный BitPerfect режим. Ну и незабываем о поддержке Bluetooth версии 5.1 с наиболее актуальными на сегодня кодеками. Пока, конечно, без Lossless, но APTX HD и LDAC имеются. Измерения я проводил в 24 бита 96 кГц на АЦП и Ванда Космос с каждого из выходов устройства. В результате имеем все графы в положении отлично, причем значения с RCA почти не отличаются от балансного XLR. Везде просто шикарная в плане линейности АЧХ, шумовая полка на минус 160 дБ, прекрасный динамический диапазон, интермодуляционные искажения на минус 132 дБ, а гармонические на минус 134 дБ с процентным соотношением в 0.05 на XLR и 0.06 на RCA. То есть технически ЦАП просто великолепен. Думаю, это предел моего измерительного комплекса. Относительно звучания я довольно-таки подробно сравнил героя нашего сегодняшнего обзора с куда более дорогим, построенным на флагманском чипе из этой же линейки SMSL Deo 300. Тестирование проходило через активные мониторы ближнего поля Yamaha A680M и усилитель SMSL HO200 с целой кучей внутриканальных и парочкой полноразмерных наушников от разных брендов. Если быть уж совсем откровенным, пока я не начал вслушиваться в нюансы, особенности подачи инструментов второго плана, общий баланс частот, а также характер построения всего музыкального полотна, казалось, что разница между ними просто исчезающе мала. То есть для фонового прослушивания или размещения где-то в гараже или мастерской нет никакого смысла переплачивать за Deo 300. Ну и что то, же важно отметить, были наушники, в которых разница прямо еле ощущалась. Подобная, кстати, не редкость. Одни наушники более чувствительны и показывают даже легкие отклонения в характере подачи, а на других все звучит примерно одинаково. В общем, как вы уже наверно догадались, разница между ними есть и она, если вы внимательно вслушиваетесь в музыку, довольно-таки существенная. Deo 300 лучше подчеркивает вес инструментов, более сбалансирован, с чуть лучше выраженной глубиной, динамикой, объемом и всеми остальными характеристиками. То есть то, за что я лично люблю Deo 300, присутствует и в D6s, но по каждому из параметров все на капельку, но проще. Да и если бы не прямо-таки выраженная яркость у героя обзора, отличить их в слепом тестировании было бы почти невозможно. Но, скажу как на духу, эта самая яркость здесь очень к месту и придает особенной такой пикантности всему звучанию. Я о ней упомянул только в силу отличий, потому как Deo 300 в данном смысле скорее притемнен. Мне самому нравятся оба этих параметра, но если у вас наушники изначально очень светлые, то с этой самой яркостью может случиться перебор. Имейте это в виду. Суммарно звук здесь четкий, напористый, с прекрасным балансом частот, хорошо читающимися цельными образами и просто шикарной передачей эмоциональной составляющей трека. С мелодичностью и выразительностью тут тоже полный порядок, как и с передачей пространства сцены в глубину и непосредственно погружением в материал. Да, Deo 300 может еще больше и круче, но уровень D6s явно выше, например, чем у Deo 100 или C200. Звук здесь куда более собранный, текстурный, слегка агрессивный и при этом приятно обволакивающий и максимально живой. Все тембры объемные, насыщенные, со своим характером, динамикой и прорисовкой чуть ли не до легких оттенков звукоизвлечения. Придраться тут ну совершенно не к чему за свои деньги. Это образцово-показательный ЦАП как в плане измерений, так и по уровню передачи материала. И стилистике мне понравилось абсолютно всем. Так что я наслаждался как джазовой, оркестровой и другой академической музыкой, так и фанком, блюзом, роком, электронной и разными видами металла. И все здесь звучало просто сверхэффектно, контрастно, динамично, с прекрасно переданной энергетикой и настроением самой музыки. Да, это действительно взрослая техничная подача, без всяких «но» и «если». Одно слово, друзья, полнейший восторг. Настолько круто, в данном сегменте, по-моему, еще ничего не играло. По совместимости ЦАП тоже вроде непривередливый. Гонял с ним в связке обычные гибридные и даже планарные наушники, везде был на мой вкус просто потрясающий уровень синергии. Если разбирать по частотам, то бас тут точный, упругий, собранный, а серединка насыщенная, разборчивая, с легким налетом аналоговости и превосходной мелодикой. Верха, как я уже говорил, здесь немного подсвечены у своего основания, отчего в звуке чувствуется легкая драйвовость, хлесткость и даже некоторая выверенность. В сравнении с любыми мобильными решениями – это просто небо и земля. Маленькие ЦАПы даже близко так не звучат. Там все более воздушно, технически просто и, как говорится, недостаточно основательно. Без полного своего веса, глубины и той самой экспрессии. В прямом сравнении даже такие солидные девайсы как Muse Hi-Fi M4 кажутся чуть ли не детской игрушкой. Все-таки стационар есть стационар и это уже совершенно иной уровень повествования и выразительности. Владельцев плееров тоже разочарую. За очень редким исключением они находятся далеко позади героя обзора. Можно его сравнить разве что с SU-1, но там только RCA, нет пульта, меню и Bluetooth, да и по звуку он чуточку попроще героя обзора. А тогда тоже очень хорошо. Подводя итоги, стационарный ЦАП SMSL D6S своим примером доказал, что и в его ценовом сегменте бывает действительно серьезное качественное звучание. С хорошим таким напором, динамикой, драйвом и при этом шикарной вовлеченностью, выразительностью и просто предельной передачей эмоций изначально уже заложенных в трек. Мелодика здесь прямо на уровне дорогого Deo 300, как и точность построения сцены и качество тембральной композиции. В общем да, чуть попроще Deo 300, но тоже очень круто. К тому же здесь есть пульт дистанционного управления, подстройка джиттера, куча реально влияющих на звук цифровых фильтров, какие-то запредельные значения для PCM, DSD и MQA и, что куда важнее, полностью балансная реализация на XLR разъемах. Отличный ЦАП, вполне могу его рекомендовать. Вспоминая, как звучала первая ревизия, обновление будет только на пользу. Реально, друзья, великолепный аппарат мне очень понравился. А на этом у меня все. Это буст стационарный ЦАП SMSL D6S. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!